МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сиреневое небо легко облегало холмы. Пористое, сквозное, оно увеличивало тишину. Лишь невидимая птица щебечет и заливается. И ничего. Вдали, в кущих деревьев, высовываясь церковью, прячется село. А дальше снова холмистые дали с редкими островами леса. В книгах российского писателя Владимира Мегре его героини, сибирской отшельницы Анастасии, были изложены идеи о создании в России родовых поместьев, каждой, желающей семьей. Но как только эти мысли были выплеснуты, моментально начались с разных сторон нападки. И кто-то невидимый управляет этим процессом. Кто он? Невидимый. Кому выгодно, чтобы связь с землей у нас была окончательно потеряна? А ведь Анастасия пытается восстановить эту связь, изложив идею создания родовых поместьев, для осуществления которой нужна такая малость, как выделение каждой семье, участка размером в один гектар. И не нужно государству вкладывать в эту идею какие-либо средства, а получит оно взамен процветание всей страны. В России численность населения неуклонно падает. Единственным выходом может стать создание таких поместьев. Какая связь, скажете вы? А теперь давайте вместе поразмыслим. Что же влияет на демографическую ситуацию у нас в России? По подсчетам специалистов, в год население уменьшается от 700 тысяч до 1 миллиона. В чем причина? Из различных источников массовой информации доносится, что все дело в благосостоянии народа. Если мы становимся богаче, значит и численность населения увеличивается. Но так ли это? Взгляните вокруг. Много ли многодетных семей среди богатых людей? Один, реже два ребенка. А дальше уже иным и в тягость. Не это ли является ярким примером того, что дело не совсем в высоком уровне благосостояния населения? Так что получается? Нам врут со страниц газет, радио, телевидение, преподнося причину низкой рождаемости в виде нашей бедности? Или недопонимают? Значит, не в этом дело. Тогда в чем? Не углубляясь в статистику, заставляет задуматься один факт. Численность населения падает примерно с 1970 года. Какое характерное явление связано с этим периодом нашей истории? Массовый отток молодежи из деревни в город. Село стареет. Человек начинает отдаляться от земли, перестает ее чувствовать, теряет связь с ней, тем самым и с нашими истоками. В городе современный ритм жизни захватывает. Мы перестаем задумываться о земном. Земля же живой организм. Она любит человека, но человек забыл о ней, лишь издали, чувствуя настойчивость ее зова. Земля не просит богатства. Она просит только заботиться о ней. земля не просит Нас беспокоят и трогают больше материальной ценности. Заведем одного, ну, двух детей и успокаиваемся, говоря, надо и для себя пожить немного. Не это ли проявление эгоизма? И не надо прикрываться ложными лозунгами, что, мол, зачем плодить нищету. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь видели в деревне бездомных и нищих, неспособных себя прокормить? Ведь, живя на земле, нельзя остаться голодным. Земля-кормилица, она щедрая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не стоял в былые времена так остро вопрос о воспитании детей. И родители уверены были, что старость у них будет достойная. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вспомните, ведь всегда младший ребенок оставался в родительском доме. И даже если родители становились беспомощными, им было на кого опереться, было кому принести стакан воды. И радость была в том, что видели, как их внуки копошатся и смеются в их доме, в котором также когда-то сами играли в детстве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Никогда старшее поколение не было брошенным. Но в современном городе совсем иным стало отношение. И мы постоянно сталкиваемся с проблемой одиночества стариков. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всегда прельщают эти полосатые поля в буро-зеленых лентах и пестрые, будто вышитые узором холмистые дали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как память потерял народ, считай, и все тут. Народу память нужна. А мы все скитаемся из одной квартиры в другую, из одного города в другую. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько мест за свою жизнь меняем? И все дальше отдаляемся от своей точки, от своей прародины. Хотя вроде и ищем подходящее для себя и своего ребенка место, способное приютить и оберегать в дальнейшем. Но многие из нас только дальше заблудились, отдаляясь от своих корней. Вот и память уже слабеет, потому что разбросаны мы среди своих родичей, и некому становится передать свою историю. И не видим перспектив в рождении своего потомства. Даже история повторяется с нашими детьми. Вырос один ребенок, уехал в другое место искать свою дочку, так же, как и вы прежде. Кто-то, может, и нашел славу. Но что слава, ото всей от нее останется лишь то, о чем напишет кто-то. Ветхые книги. Вот так и скитаемся. Из поколения в поколение. Иногда проскальзывает желание на миг обрести душевный покой, прикоснувшись к своим сокровенным мыслям. Но они тотчас отбрасываются, и снова поиски. А историю нашу за нас другие пишут. Но пишут так, как выгодно им, чтобы окончательно увести от истины. Солнце косыми ветвями заливало сад. Голова кружилась от запаха цветов. В траве и ветвях заливисто крещали кузнечики. Каждый из нас стремится как-то утвердиться в этой жизни. Мы ищем хорошую в нашем искривленном понятии работу. Удачно жениться или выйти замуж. Вроде бы все хорошо складывается по намеченному тобой или кем-то плану. Престижная работа, что искал. Красивая и умная жена. Рождается ребенок. Можно теперь заняться воспитанием. Но воспитывать времени маловато. Ведь дальше предстояло другое дело, не менее важное. Купить машину. Хорошо одеваться. И уже второй ребенок может нарушить эти планы. Живя при земле, у человека как было? Чем больше детей, тем богаче род. И ни болезни плоти, ни угнетений духа не были властны над ними. Было на кого опереться. В нынешней ситуации каждый надеется только на себя. Современный город требует высокого и напряженного темпа. А имея несколько детей, можешь не успеть за всем этим. Вот и получается, что, отдаляясь от земли, мы стали вымирать, как нация. А историю за нас все пишут и пишут. А кругом расцветает земля. Листва берез, как и прежде, по-весеннему свежа. И синяя вода, как и в былые времена, и небо голубое. Что может хватать для счастья? Труд земной, упорный в поте лица своего. Вода из родника в берестяном самодельном ковше. Орка хлеба, скромный дань плоти. И книга умная, древняя, на резном столе. Разве мало? Разве не в этом величие жизни, чудо бытия, что подарено нам всем, и добрым, и злым, просто так, ни за что, от безмерной любви. мы вернемся в свой дом. Пусть иное и обветшало за годы отсутствия, это ничего, мы поправим. В нем, в этом доме, окружающий покой, такой привычный. и каждый из нас напишет свою родовую книгу, свою историю. «Я не могу, кодовую книгу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok